дорогие мои пупсики всем привет ребят всем привет всем огромнейший привет слушать сегодня наверное мы хейтер которые немногочисленные есть на этом канале они вообще скажут что почему ты говоришь в нос у тебя заложен нос ребят у меня не заложен нос поймите это мой тембр голоса я говорю в нос да так в нос и плюс я после болезни у меня немножко такое горло осипшее так скажем нос дышите в порядке ребят сегодня долгожданная рубрика просто все они спрашивали ждали это рубрика обсуждаем жизнь подписчиков знаете я думаю назвать обсуждаем жп троеточие ну вы поняли да потому что у всех такие истории непростые так скажем вот поэтому давайте начнем сегодня мы едим салатик цезарь я его заправила я еще сейчас заправлю соусом цезарь ребят я очень люблю вот этот соус продается он вы поняли в каком магазине вкусвилл очень вкусный а знаете он ну вот такой он вкусненький я уже заправляла но что-то листья все впитали давайте еще добавим зайти а этот соус как обычно этот соус с каперсами вообще короче вкусно реально с пармезаном с каперсами вкусно ребят советую кто вот любит цезарь готовить дома сам попробуйте тут у нас салат романа пармезан помидорки сухарки курица все без яиц ребят мое личное мнение я не люблю яйца в цезаре ну что давайте начинать ребят знаете как я делала скриншоты истории я продумывала как я буду отвечать но на самом деле с моим мозгом это не работает я щас все равно буду отвечать как в первый раз и хочу вас попросить свое мнение писать в комментариях согласны вы со мной не согласны какой совет вы можете дать автору я думаю что человеку который писал свое сообщение это будет ценно мне прислала подписчица моя такую историю я знаете не буду прям читать вот как написано будет немножко сокращать в общем девушка встретила парня на работе и он был младше ее на 8 лет ну как бы это я не знаю ну наверное это важно да в контексте этой истории он было младше но по итогу она понимала что он младше он за ней ухаживал она в него влюбилась и в общем они стали встречаться даже не знаю как это сказать короче у них был в его общежитии и их засняли и в общем везде распространилось их интимное видео вот так ну и короче все ее знакомые коллеги отправляли ей эту жесть спрашивали типа это ты чё за херня в итоге девушка уехала в другую страну из своего города у нее нет нормальной возможности видеться с родителями с семьей естественно как бы ну этот хейт он упал и на ее семью в том числе я понимаю что семья очень религиозная но вы понимаете знаете одно дело когда там не знаю ким кардашьян да там сливает ее мать сливает ее интимное видео чтобы поднять популярность и охваты а другое видео когда просто обычный до человек и когда люди делают такую подлость там не знаю друзья кто-то еще этого парня что хочется сказать в эту ситуацию я думаю что она поступила правильно что уехала из родного города и страны потому что ну лучше бы ситуация там не стала конечно это забылось но всегда когда люди были увидели они бы вспоминали там эти люди еще в принципе злые потому что ну фактически да там записали их слили это видео но это же естественный процесс да почему вы как звери как просто как голодные коршуны слетаетесь и начинаете это обсуждать причем взрослые люди вообще я считаю что это некая такая как вам сказать недоразвитость сознания общества это ужасно мой единственный совет втихаря приезжать к родителям забыть об этом парне насколько я поняла из истории что он там ну у него меньше возможности чем у нее он не может к ней переехать или не хочет если бы он хотел он бы переехал возможности бы нашлись приехал бы без возможности там стал бы пахать и все получилось поэтому тут единственно держись хорошо что ты уехала забудь вообще эту историю как страшный сон и живи дальше все нет честно больше нечего сказать очень жалко что девочка попала в такую историю абсолютно было ни при чем ни в чем не виновата их крыс какие-то засняли и это ужасно это ужасно ну что я вам говорю вы все понимаете и знаете еще желаю сил и терпения этой девочки и правда лучше всего просто все забыть забыть этого парня просто вычеркнуть знаете эту старую жизнь и начать по новой ну это реально будет лучше чем пытаться что-то поправить знаете это все равно этот как бы шлейф он будет тащиться по жизни вот если она будет оставаться с этими людьми из своего города давайте следующим очень забавная история девочка живет с парнем и типа поначалу все было хорошо утром также все хорошо как наступает вечер он полностью слетает с катушек начинает ее доставать доставать ее кошку короче вы поняли придумать всякие там тупые эти клички ей кошки ведет себя как мужлан короче утром один человек вечером другой упишет ведет себя как мужлан орет требует жрать мне иногда кажется что у него биполярка изменить на свое поведение не может что мне делать но на самом деле если парень такой то он такой ну то есть как бы я написал о том что я в принципе знаете понимая его потому что я сама очень эмоционально и в отношениях ну я также знаете могу приставать к партнеру там не знаю нарушать его личные границы мне такая мой партнер не говорит типа прекрати ты мне мешаешь но ребят я ничего не могу с тем сделать мне знаете хочется там человека съесть но я такая то есть если понимаете эту реакцию у меня убрать но это уже буду не я ну я не знаю как это убрать сделать меня не за не активный вот и у него видимо та же проблема только еще более да на высокой степени что он не может контролировать сдерживать свои эмоции то наверное либо смириться либо искать другого парня ну не знаю она думает что у него типа возможно биополярка ну не знаю ну может такой человек знаете может такой человек очень эмоциональный да и там утром он все еще сдерживает а под вечер копится на эти эмоциональные напряжения и он так сбрасывается может ему посоветовать знаете сходить куда-нибудь на бокс ну вот такую такую активность чтобы он скидывал свое вот это вот это напряжение не на нее а в другом месте а домой он же приходил спокойный уравновешенный уставший и у него не будет знаете хватать сил наверное на то чтобы ее так доставать но опять же это моя теория а так он такой человек то есть тут либо ты реально терпишь и как-то вы учитесь с этим жить минимизируя да вот эти вот всплески его перепада либо расставаться искать нового ну знаете насколько ценен человек для тебя поэтому думай сама как вы думаете мне кажется реально ему поможет спорт ну либо терапия действительно отправить его просто к психиатру к психологу чтобы вот эти вот перепады его нормализовать продолжаем да ребят еще одна история я думаю это часто вообще история многие с этим сталкиваются прочитаю история коротенькая девочка пишет осмелись пожалуйста просить совета меня зовут так упустим как ее зовут я недавно бросил колледж и решил пойти работать СМИ во много места сфер все не то короче я пришла в голову идея отучиться на бровиста как мне когда-то на визажиста отучилась и уехала она в общем в своем маленьком в большом городе отучилась уехала в маленький городок набивать руку а клиентов там нет и вот что мне делать сейчас девочка сидит без работы не может найти клиентов первых вы знаете на самом деле первые клиенты это действительно самое тяжелое когда ты начинаешь какую-то такую свою тему будь то ну в любой сфере абсолютно первые клиенты это такая проверка на прочность девочка пишет что она переехала из большого города в маленький чтобы попробовать набить руку там на самом деле я бы на ее месте если есть возможность оставалась бы в большом городе потому что там просто больше людей и проще найти клиентов ну и ребят знаете тут как бы реально главное усердие если ты хочешь найти клиентов первых все берешь просто и выкладываешь везде свои объявления в группы ищу модель на брови еще модель на ресницы на что угодно и либо вы едете к модели либо модель зовете к себе да в зависимости от того какие у кого возможности и делаете и фоткаете вот и возможно эта модель потом вернется к вам за какую-то символическую стоимость второй раз и вот так вот потихонечку потихонечку нарабатывать базу но это так звучит все легко в жизни это реально очень сложно поэтому многие девочки кто учится потом просто не могут найти себе работу ну и как бы бросают эту затею просто они ну как бы потратили деньги которых у них не было да вот как я в моей ситуации я потратила деньги которых не было на курсы которые абсолютно мне не помогли заработать деньги поэтому тут один совет если ты ставишь на эту тему что это сработает то нужно переть до конца реально просто не знаю бабушки у подъезда сидят бабушки хотите я вам сделаю брови бесплатно для фото она скажет да хочу или тете, маме ну короче всем знакомым и незнакомым вы должны делать сначала бесплатно за материалы просто чтобы люди платили а потом потихоньку потихоньку к вам начнут подтягиваться как сарафанное радио но в это реально нужно вложить много времени и сил поэтому как бы знаете все мы идем с какими-то легкими деньгами но это нереально знаете бесплатный сыр только в мышеловке легких денег не бывает особенно которые зарабатываются вручную это все тяжелый труд еще у меня одна девочка писала такую историю у нее очень длинная история по поводу того что в общем отучился на психолога потом пошла работать точно не помню но в общем история такова что она мечтала о кино по итогу попала в театр каким-то образом стала работать то ли сценаристом то ли режиссером и потом переехала в другую страну и вот теперь она без работы и в общем ее почти уже 30 и не может себя найти что ей делать ну в этой ситуации ну тут выход там только ютуб тикток я не знаю что еще ну либо заводить какие-то знакомства в сфере ну прикиньте в новой стране заводить знакомства в сфере кино это просто нереально тут как бы нужно действовать из того арсенала что у тебя есть а конкретно использовать интернет как ресурс для исполнения своих целей знаете как говорится кто-то использует там изменение ситуации как там новые цели новые возможности а кто-то использует да там изменение ситуации окружающей среды как там упущенные шансы и так далее то есть в этом мире реально выживает тот кто умеет быстро адаптироваться чувствует себя комфортно да в этой жизни находит себе место тот человек кто гибкий кто умеет адаптироваться кто из окружающей его ситуации может выжить какой-то плюс и бонус для себя никогда 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 нельзя говорить все у меня ничего не получается я в полной нет не в полной есть люди кому хуже еще ну то есть вы знаете у нас типа у многих людей в мире даже нет интернета нет смартфона да допустим у нас он есть у многих людей в мире нет там чистой питьевой воды у нас она есть ну то есть и такие моменты они должны каждого немного знаете это так ужасно звучит что людей бодрит что кому-то хуже чем тебе сейчас да это не бодрит тебя это просто говорит о том что кому-то еще хуже и он терпит и он живет поэтому соберись тряпка вот какой посыл ты должна нести ребят поэтому я вас прошу не сдаемся никогда у всех были разные ситуации в жизни и если сейчас вы находитесь в самой сложной ситуации в вашей жизни подумайте о том что если ну мы каким-то образом сможем ее изменить жизнь станет лучше поэтому безвыкотной ситуации нет умеете знаете отбрасывать прошлое прошлое это прошлое оно уже было его никак не изменишь я знаете так говорю я сама могу там погрузиться очень сильно о чем-то прям но самое главное помнить возможно вам сейчас плохо но будет будущее которое будет лучше если в настоящем мы будем грести лапками а не сидеть и смотреть допустим как все разваливается и рушится о ребята наелась вообще сегодня у нас такой мукбанг пп да я же болела те кто подписан у меня в телеге знают об этом да сейчас вот я сниму это видео буду его монтировать пойду в телегу болтать с твоим подписчикам в телеге своими друзьями ну что мой хороший вот такое получилось первое видео нашей рубрики обсуждаем как я там говорила обсуждаем жп обсуждаем жп и не знаю на самом деле я думала что я буду более развернута отвечать но видите когда ну как бы я еще набиваю руку я сама учусь ребят вы поймите что я первый раз записываю такую рубрику получилось так как получилось не судите строго хочу вам сказать спасибо что послушали меня посидели поели мы с вами съели целый цезарь огромную тарелку я реально объелась подписывайтесь на мой телеграм подписывайтесь на мой ютуб пишите свои комментарии пишите свои мнения пишите плохое хорошее я вас всех люблю всем пока пока хорошее у Продолжение следует...